Продолжение следует... Продолжение следует... Несколько минут назад завершилась встреча в команде против Нардеа. Закончилась она со штуком 1-1. Так что у HSPC пока на одно очко после двух матчей. Результат не самый впечатляющий. Продолжение следует... С большей охотой Газпром Инвернешнл изначально отдает мяч сопернику. И нормально размещается, располагается рядом со своей штрафной. Вот только снимок. 3-3. Расчет! 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 И нельзя не отметить, во-первых, пополнение в составе HSBC Андреем Васиным, новым вратарем. Ну и во вторых, конечно, нельзя теперь уже не отметить, что Андрей Васин играет против бывшей своей команды, против Газпром Интернешнл. Поэтому для вратаря HSBC матч, конечно, определяющий. Четыре минуты сыграно, немного опасных моментов. Очень собранная игра. Здесь тот случай, когда командам не нужно проводить разведку боем, очень хорошо они знают друг друга. Газпром Интернешнл, который сезон уже проводят в одном ферменте. Газпром Интернешнл по количеству нарушений команды сравнялись один-один. Здесь нарушение правил не зафиксировано, можно продолжать. Бетушинки, хорошая скидка и здесь передача на дальнюю. Оставалось только мяч в сетку послать. Газпром Интернешнл Борис Стрельневым пытаются здесь мяч разыграть. Не так просто пройти к Чугину штрафной. Чугин. Вот его проход прервает с решением правил. И будет ли здесь показана желтая карточка? Да. Кровеный. Какой? Даже не то, что срыв атаки. И, ну, Пинчугин исполнить штрафной будет, но недалеко от него это располагается. Они вдвоем мы разыграли штрафную. Борис Стрельневым пытается сейчас. Сдался перевод через всю площадку. Чем меньше времени остается до перерыва, до сих пор без забитых мячей. Момент ХСБС. В концовке, по крайней мере пока, ХСБС смотрится поинтереснее. Но, конечно, все может еще и изменить. Подписывайтесь, ребята, все закупаются. Контра-атака «Газпром Интернешнл». Ремнев показывает, что просто некому делать передачу. 30 секунд до перерыва. Сейчас забитый мяч может увести команду в поле с большим моральным преимуществом. Вот так! Перехватка «Газпром Интернешнл». Реакция «Перерыв при счете 0-0». «Перерыв при счете 0-0». Ребята, быстрее. Ребята, быстрее. Второй тайм, отличаются белые с черными, ну тут конечно можно сразу значить определенные поправки, да, Газпром потому что у них форма не только из белого цвета состоит, но и синие крапления, заметные вот эти снизу белые полоски, но все-таки для описания происходящего некоторые привлечения преувеличения являются необходимым атрибутом, поэтому пусть будет так до сих пор у нас игра идет без забитых мячей, 2-1 под рушением правил, больше у HSBC но вряд ли это как-то может серьезно охарактеризовать саму игру пока абсолютно игра равна, знают соперники друг другу насчет большого количества встреч в многочисленных сезонах проведенных бок о бок, и третье нарушение правил сейчас ну вот три уже такая цифра по полам, которая заставляет задуматься насчет дальнейших действий все-таки ну три ладно еще не страшно, но вот при четырех нарушениях правил играть становится ну несколько волнительно, но сам решил пробить игроков, anda. Ты чугер не утратил мяч и чудовио не утратил мяч и чудовио не утратил мяч Играем, играем. Класс, здесь можно было не скидывать мяч назад и попытаться самому пробить. Питч сейчас показывает тому пример. Снова опасные обороты HSBC. Снова совсем чуть-чуть не хватает для того, чтобы открыть счет. Проходи, фото, фото, фото! Ставлю, фото! Пусти, фото! Ну, если не пользоваться такими моментами, то по известному футбольному правилу возмездия обязательно должно последовать самые кратчайшие сроки. Борец отыгрывает назад. Четверть матча впереди. Будут еще шансы у «Газпром-интернета». Дороги, играет, играет, играет. Куриско! Тип, тип! Тип, тип, тип! Стар отбород. Вбрачивается на состав «Газпром-интернешнл», возвращается на пулеватушинский. Дарры точно. 1-0. Как здорово вышел он. 21-й заиграл. Скамейки запасных. Пошел отдохнуть. Установил силы, вышел и сразу забивает 1-0. И сейчас сможет интересным образом игра преобразиться. И HSBC уже не сможет подсидеться от его собственных ворот. Можно идти вперед, атаковать, не исключено, что пойдут большими силами. А значит будут образовываться свободные зоны, куда Газпром-интернешн в случае перекладами сейчас может сделать передачу. По плангу здесь было разрушение правил. Отложенный по Газпром-интернешнл. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. Далее 5-0. 2-0. 1-0. 4-0. 2-0. 3-0. 2-0. Говорец показывал, что здесь нарушали правила против него, но если там и был контакт, то не настолько значительный, чтобы такого габаритного игрока свалить. Удар Рвасиль сложился. Еще один удар по ближнюю штангу. И второй гол вылетает в ворота HSBC. Здорово разыграли Козынковцы угловой. Один пас, один удар и в итоге гол. 2-0. 21-й, отдалку. Уходь, уходь, уходь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь. О, стягивай, за себе! Вперед! Второй, стоять! Стягивайся. Ну а Газпром Интернешнл показывает, что ненамеренная команда отсиживаться у себя в штрафной, ну или более глобально на своей половине поля. Идут игроки вперед. Остается забить уже третий мяч для того, чтобы последняя чистая минута осталась исключительной формальностью. Намного не хватило силы сейчас для точного перевода в центр. Продолжение следует. Принес, мяч принимает. Тридцать секунд. Ну, конечно, уже времени не хватит для того, чтобы отыграться, но гол престижа забить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что ж, уверенная победа Газпром Интернешнл. Впереди у них встречи против Метлайб. Наверняка матч получится очень интересным. Так что ждем следующего поединка этой команды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok